Это поднят танк, который части Красной Армии потеряли в ходе Великолугской наступательной операции. Роман Закурдаев узнал, что Смелого, так называл машину-экипаж, поместят в Музей боевой славы Псковской области. Это уникальные кадры. Он пролежал в воде 6,5 десятилетий, а на башне сохранилось название. Смелый. Раньше умели хорошо строить боевая машина и сегодня на ходу. Двигатель пока не заводили, но вот треки и гусеницы точно в рабочем состоянии. Смелый нашли зимой прошлого года, помогли архивные данные Министерства обороны. Точное место крушения определили металлоискателям. Дальше работали водолазы. В болоте на глубине 7 метров при нулевой видимости им удалось зацепить танк. Я всегда в кромешности не работаю. Вот мои глаза. Две руки. Я должен очень хорошо технику знать, чтобы определить, что чего и как. Я должен точно сказать, что за машина и так далее. Поисковики установили, танк затонул 13 декабря 1942 года в ходе Великолугской наступательной операции. При каких обстоятельствах, пока загадка. Основная версия, экипаж не знал, что на его пути окажется озеро. Выехали на лед и провалились. На дно танк потянула его задняя часть. На самое тяжелое там находится двигатель. Был снег, зима, кустарники. И эти вот такие болота, они не обозначены как озера. Оставались болотами, как поля, как луга, тут заросшие и так далее. Ориентации такой не было, что это озеро. В танке находятся боеприпасы, а есть вероятность необратимых последствий. Поэтому тема дойти на определенное расстояние. На дне болота без доступа кислорода танк и боеприпасы отлично сохранились. Снаряды выглядят как новые. Небольшая деталь, башня развернута в походное положение. Подтверждается версия некоторых специалистов. Смелый затонул в тот момент, когда передвигался на боевые позиции. Еще одна загадка Смелого. Судьба экипажа. По архивным данным, в момент крушения командиру танка лейтенанту Минину, механику Бережному, башенному стрелку Головко и радисту Терехину удалось спастись. Наших столько танков прошло, а назад не вернулись. Мария Вербицкая лучше архивных данных, зная, что на самом деле случилось с экипажем Смелого. Она видела танк за несколько минут до того, как он оказался на дне болота. Они стояли тут рядом. Я говорю, хотя бы вы заглушили. Мне ребенку спать не даете? Нельзя, говорит. Мы с минуты на минуту идем в бой. Ушли в наступление, однако почти сразу вернулись, но уже втроем и без танка. Три вышло, а один утонул. Ушня будут ушнуть. А три вышло. Он не смог выбраться, да? Нет. Снег сразу навалил. Ее не выбрегся. Затушил все. До сих пор неизвестно, есть ли еще на дне этого озера затонувшие танки. Нет точных данных о числе погибших танкистов, которые отдали свои жизни, защищая эту землю. Но подвиг их помнят. Здесь, откуда боевые машины уходили в атаку, местные жители установили памятную плиту. Роман Закурдаев, Владимир Кашир, Александр Селянин. Итоги недели. Псковская область. Деревня Малахова. Деревня Малахова. Продолжение следует...